Всем привет! Наверняка вы слышали уже, что YouTube начинает свое замедление. И скорее всего, вы уже сейчас замечаете, что видеоролики очень плохо загружаются. Если вы смотрите какие-то ролики в большом разрешении, то они реально виснут. Плюс те, кто еще занимается YouTube, загружают ролики по несколько часов. В лучшем случае они загружаются. В худшем, конечно же, нужно все перезапускать и заново все начинать. В общем, кто у себя замечал уже плохую работу YouTube, конечно же, сейчас вам покажу абсолютно бесплатный способ. Без всяких прокси, без всяких VPN. После этого ваш YouTube реально станет летать. Давайте договоримся, если эти способы реально вам помогли. Не пожалейте, поддержите видео лайком, подпишитесь на канал и сделайте репост. Поделитесь этим видео с другими, чтобы они тоже знали, как это все делать. И так, чтобы YouTube нормально работал, конечно же, нужны определенные протоколы, которым ищутся все вот эти видеоролики, которые вы смотрите и которые соединяются с вашим оператором, с вашей мобильной сетью и все, что касается интернета. Вот как раз таки вот эти протоколы, они и блокируются. Они блокироваться могут и с вашей стороны телефона, и, конечно же, со стороны определенного провайдера, либо поставщиком услуг, которым вы пользуетесь, что касается интернета. В общем, может быть подвох и там, и там, но в любом случае есть определенные протоколы, на которых YouTube работает еще быстрее. И при этом они не затрагиваются вообще какими-то другими поставщиками услуг. Я это все буду показывать сейчас, как делается на телефонах, потому что в основном YouTube в большинстве процентов пользователей смотрят конкретно через телефон. Но если вы пользуетесь там какой-то смарт-приставкой, телевизором, ноутбуком, либо ПК, то там все делается аналогично. То есть вам нужно зайти по тому же методу, который я буду показывать, и проделать все аналогично, и у вас все заработает. Смотрите, показываю сейчас на телефоне. Если вы пользуетесь конкретно Google Chrome браузером, заходите конкретно на браузер, и нам нужна поисковая строка. Вот она вверху. Нажимаем сюда, и здесь я вставляю вот такую фразу. Google Flex Enable, ну и так далее. И нажимаю поиск. Меня перебрасывает вот на такое необычное меню. Ну и здесь смотрите, экспериментальный QIC протокол. Вот как раз таки он и нужен нам. То есть он променяется и на телефонах, на планшетах, и в том числе компьютеры, и так далее, то что я перечисливал. Вам нужно вот здесь, где Default, вот нажимаете и выбираете Enable. Вот. Все, вы здесь изменили. После этого вам нужно перезапустить свой браузер, и отлично у вас все заработает. Дальше смотрите. Если вы пользуетесь оперой, то есть браузер Opera, то же самое. Заходим на Opera, там она стоит у вас по умолчанию, либо нет. Это не имеет никакого смысла. Вот. Тоже ищите строку. Допустим, смотрите. У меня Opera не по умолчанию, а поисковая строка от Google. То есть это не имеет значения. Вот. Вводите сюда вот такое название. Opera Flex и так далее. И нажимаем поиск. Дожидаемся. Нам открывает тоже похожую страницу. Вам нужно внизу вот выбрать, где Enable, поставить Disable. Ну и перезапустить тоже вашу Opera, чтобы это все заработало. Дальше для тех, кто пользуется браузером Edge, то есть это вот Microsoft Browser, возможно кто-то ним пользуется и ему реально это удобно. Точно так же ищем поисковую строку, она есть на всех браузерах и вводим здесь название Edge Flex и так далее. И нажимаем поиск. Нас перебрасывает тоже на похожее меню. Здесь вот где экспериментальный QS протокол, выставляем замес Default слово Enable. И вот здесь видите изменения вступят в силу после перезапуска Microsoft Edge. Вот как раз такие, чтобы вам было удобно перезапускать все. В предыдущих браузерах точно так же писалась такая надпись, только не по нашим. Просто перезапуск нажимаете и у вас все отлично будет работать. Дальше, что касается тех людей, которые пользуются Firefox. Вот такой браузер, там не важно какая версия, может быть там бета, либо что-то еще. Вот заходим в Firefox. И вот здесь в поиске на начальном этапе нужно ввести About Config. И потом в следующей строчке, которая появится, вам нужно ввести другое название. То есть там подтверждаете и вот здесь еще второе название. Дальше все меняете, как на предыдущих браузерах. Чтобы это вам проще все было вводить, конечно же, я все вот эти надписи оставлю в описании к этому ролику. То есть без проблем можете скопировать, вставить там и не мучиться это вводить вручную. Если вдруг у вас что-то не копируется по какой-то причине, то создайте текстовый файлик обычный, наподобие как я создавал. Вот. И с него можете все это копировать вот таким образом. То есть вы один раз написали, вот нажимаете копировать, находите свой браузер, куда вы хотите это вставлять. И потом все это просто берите и вставляете, чтобы это все работало. Пока это самое рабочее решение, которое только есть. Если будут появляться еще какие-то другие решения, то обязательно выложим на канале. Поддержи это видео лайком и поделитесь с друзьями.